И тут я понял, что я с такой ситуацией сталкиваюсь, ну, практически регулярно С чем связана такая низкая цена, можете подсказать? Ну, вы же понимаете, что это все сказки, такого быть не может Или просто она не любит агентов и не хочет с ней общаться Давайте я позвоню, просто скажу, что я для клиента Мошенничеством это сложно назвать Нашел еще одно предложение о продаже Важно понимать, что торги, аукционы, это немножко разная история Что Ксения пишет? Друзья, всем привет Я долго думал над темой сегодняшнего выпуска И мне помог мой клиент Совершенно случайно это произошло Он мне прислал сообщение, я открываю сообщение Там ссылка на какой-то объект недвижимости Я перешел и вижу, что это какой-то очень дешевый объект недвижимости Ну, по отношению к рынку Процентов на 30 или 40, я уж точно не помню Цена отличалась от той, которая должна, по идее, быть И мой клиент еще дописал Саш, в чем может быть дело? Давай рассмотрим И тут я понял, что я с такой ситуацией сталкиваюсь Ну, практически регулярно Практически всегда, когда ты начинаешь Искать с клиентами квартиру Кто-то, но пришлет тебе обязательно Какое-то супер дешевое предложение Которое действительно очень выгодно Отличается по цене от остальных Либо какой-то супер эксклюзивный ремонт Но при этом по какой-то невероятной цене И тут я понял, что нужно Раскрыть все тайны и объяснить вам Почему может быть такое предложение Какая истинная цель у агентов или у собственников Кто размещает данную рекламу Что они хотят И сегодня я даже попытаюсь позвонить По таким предложениям По дешевым предложениям И во всем месте с вами разобраться В общем, давайте начнем Друзья, в общем, смотрите Я нашел сейчас первое предложение Дешевое Потому что квартира стоит 6 миллионов Двухкомнатная квартира 78 квадратных метров Это очень низкая цена Первое, что меня насторожило В этой всей ситуации То, что нет фотографий конкретно квартиры Почему эта квартира дешевая Мы не так давно с клиентом Хотели купить однокомнатную квартиру Она стоила 8 300 А эта квартира двухкомнатная 6 миллионов Понятное дело, что что-то не то Давайте позвоним Алло Алло, здравствуйте Подскажите, пожалуйста По поводу двухкомнатной квартиры 78 квадратных метров На седьмом этаже За 6 миллионов С чем связана такая низкая цена? Можете подсказать? Чем занималась? Так, а вы для себя ищете? Нет, я ищу для клиента Ну, вообще, это приватная продажа А я как бы со стройщиками сотрудничаю Вот, еще что-то, скажите Ну, а приватная продажа Это значит, что? Эти квартиры как бы сейчас Какая сейчас? Этих квартир уже нет Ну, а что-то подобное появится Только, наверное, через полгода где-то Ну, там плюс-минус Ну, в частности, это предложение Двухкомнатное Ее как можно купить Или как ее можно посмотреть? Сейчас только там По рыночной цене продается Ну, только через полгода где-то Я не берусь за то, что будет в этом же ЖК То есть, пока застройщик со мной Отказался сотрудничать Чтобы повысились цены Ну, как бы жду снижения цены В общем, пока это предложение не актуально И если что-то появится Ну, так как моя деятельность Не подпадает Как бы Как То, что я, чем я занимаюсь Я как бы людям Говорю правду, что И правда Там 10 квартир было продано Приватной продажи Со скидосом Там большая скидка была От застройщика Ну вот Но следующие такие продажи Будут там через 5-6 месяцев Окей Я вас понял Хорошо, спасибо До свидания Да, все, до свидания До свидания В общем, такое дело Друзья Что я могу сказать по поводу Приватных продаж Ну, вы же понимаете, что это Все сказки Такого быть не может Потому что застройщик Он себе не враг Он преследует коммерческий интерес И Он не будет продавать объект недвижимости Дешевле на 30-40% Без всяких причин Поэтому данное предложение Это всего лишь утка Именно так называют Такие квартиры Которые не существующие Ее делают для того Чтобы найти себе Просто-напросто Клиента на покупку Ключевым в этом звонке Был самый первый вопрос Вы для себя Рассматриваете Или для клиента Если бы я сказал Для себя То скорее всего Он бы Как минимум Записал мой номер телефона Чтобы потом Сейчас какое-то время Перезвонить И предложить свою услугу Либо попытался бы сейчас Непосредственно Предложить что-то другое Какой-то альтернативный вариант В общем Это объявление сделано Для того, чтобы Заманить потенциального покупателя Бывают еще такие моменты Когда размещают объявления Но при этом Не такую легенду придумывают Как сейчас Приватные продажи А говорят Что да, действительно Такая квартира есть Но собственники уехали И будут недели через две И показать сможем Только через две недели Это тоже из этой серии И как правило Тот, кто рекламирует Данную утку Он предлагает Какой-то альтернативный вариант Я не могу сказать Что это какое-то мошенничество Это больше относится К разряду маркетинга Пытаются таким образом Звонить клиента Конечно Это не очень честно И очень не очень правильно Потому что Во всяком любом случае Люди обманывают И говорят неправду Но мошенничеством Это сложно назвать Но таких предложений Кстати говоря Раньше было гораздо больше Просто последний год Площадки Где размещаются Непосредственно Объявления Начали бороться С такими видами рекламы И это у них получается Очень успешно Потому что Если взять год назад Или два года назад То таких объявлений было Наверное Каждая третья Было очень много Несуществующих квартир Так, давайте посмотрим Еще что-нибудь Нашел еще одно Предложение о продаже Однокомнатная квартира 32 квадратных метра На первом этаже 4 310 Даже для первого этажа Это очень низкая цена Давайте попытаемся Позвонить по этому номеру Номер немножко странный Возможно с переадресацией Я сейчас прочитал Что там торги Это немножко не та история Вполне возможно Начальная цена Именно может быть такой Но, как правило Она возрастает Вот нашел вариант За миллион 800 На седьмом этаже 46 квадратных метров Что пишут? Ага По договору ренты Вообще Это тоже нам не подходит Давайте посмотрим Где-нибудь еще Нашел Однокомнатную квартиру За 5 миллионов рублей Теоретически Может быть Такая ситуация Но маловероятно Опять аукцион Ё-моё Ну что такое? Вот смотрите Я нашел предложение За 4 800 Однокомнатная квартира 31 квадратный метр Чтобы вы понимали Рядом метро Щукинское Это достаточно дорогой район И квартира там Не может стоить Таких денег Позвоним Узнаем в чем дело Такое ощущение Что включился режим Переадресации Вот, теперь нет Теперь нет Такого ощущения Алло Так, непонятно Что-то происходит Давайте попробуем Еще раз позвонить По этому номеру Здравствуйте Здравствуйте Подскажите, пожалуйста Я по объявлению Звоню За 4 800 За 4 800 Через торги А, через торги Все ясно Хорошо, спасибо Я решил не откладывать все в долгий ящик И сейчас непосредственно разобрать с вами Ту рекламу, которая под видом торгов или аукциона Важно понимать, что торги и аукционы Это немножко разная история Аукцион это Наверное у нас в том виде, в котором он должен быть Его нет И те аукционные квартиры, которых называют аукционами По факту это больше, ну, хоть тоже маркетинг Да, это замануха Потому что как выглядит аукцион Это когда собираются группа лиц, покупателей и продавец И непосредственно объявляют цену Говорят, продаем за миллион Кто-то говорит, миллион 200, миллион 300 И тот подает последнюю цену Кто-то покупает за эту последнюю цену В случае с квартирами немножко по-другому это выглядит Потому что действительно рекламируют по какой-то низкой цене Скажем, за 4 миллиона Но продавец, он понимает, что он не будет продавать ее За 4,5 или за 5 У него есть в голове четкая цена И как минимум он эту цену уже проговорил с брокером Который занимается продажей Поэтому если они не продадут за 7 миллионов За те деньги, которые хотят То вряд ли они будут продавать ниже Поэтому по факту теряется весь смысл аукционной И сложно такую квартиру называть аукционной Скорее, это больше замануха Чтобы действительно люди пришли, посмотрели Может быть кто-то придет, посмотрит и влюбится в эту квартиру И так ее захочет, что купит за гораздо больше деньги Чем изначально она стоила В общем, это как-то так работает Больше, наверное, направлено на внутреннее ощущение человека Что кто-то придет и просто безумно влюбится в этот объект недвижимости По-другому я не знаю, как это работает Раньше тоже, кстати говоря, это было гораздо чаще Гораздо больше таких предложений А сейчас все равно от этого рынок, мне кажется, немножко уходит И хорошо Потому что если бы это был настоящий аукцион Как мы привыкли воспринимать там по фильмам, то дело было бы совсем иначе Что касается торгов, то это в последнее время достаточно частое явление Не знаю, с чем это связано С тем, что люди разоряются, у них забирают недвижимость и потом банки реализуют Или компании на торгах эти объекты недвижимости Не знаю, либо просто люди начали осваивать новый вид продаж, торги Во всяком случае от многих банков У них есть прям площадки, где можно посмотреть их объекты Которые они забрали у своих клиентов Ну за оплату ипотеки и тому подобное И они таким образом реализуют Но по моему опыту могу сказать, что я бы не сказал, что это какая-то интересная цена Но, как правило, она примерно близка к рыночной стоимости Единственное, что могу сказать, что там очень много может быть нюансов Цена может зависеть от наличия проживающих собственников Такое тоже может быть Поэтому здесь достаточно сложный процесс Как правило, такую квартиру нельзя купить в ипотеку Нужно иметь наличные деньги Не исключаю, что иногда можно что-то купить действительно интересное У меня был опыт, мы купили как-то такую квартиру Но она была не совсем на торгах Так уже банк зафиксировал цену этой квартиры И мы просто вошли и купили по той цене, по которой он зафиксировал Сложно назвать это торги, но мы покупали эту квартиру с баланса банка Поэтому не думаю, что это будет интересно большинству покупателей Наверное, это какой-то больше тому сегменту, кто занимается инвестированием У кого есть свободные деньги Но если вы рассматриваете квартиру для жизни То, скорее всего, это не ваша история Обходите, наверное, ее стороной Так, давайте в черемушках вот эти два предложения Посмотрю, что это такое Новые черемушки Отлично Квартира однокомнатная, 38 квадратных метров За 4 400 Такого быть не может Что Ксения пишет? Много-много про квартиру И пишет, что агентам просьбы не беспокоить Не совсем понятно, что она имеет в виду Чтобы агенты не предлагали свои услуги Или просто она не любит агентов И не хочет с ней общаться Давайте я позвоню, просто скажу, что я для клиента Что я не собираюсь ей предлагать свои услуги Телефон занят Я могу себе представить Однокомнатную квартиру, 38 квадратных в черемушках Это очень классный район Наверное, там люди просто с ума сходят Кто нашел это объявление И пытаются всеми правдами и неправдами дозвониться Вот эта ситуация очень интересная Агентам просьбы не беспокоить Я бы еще понял, если бы такое написал действительно собственник Люди устают от напора агентов Потому что, как правило, когда размещаешь новое объявление Если ты собственник, владелец, сам хочешь продать без помощи агентов То агенты все равно звонят и предлагают свои услуги И люди чаще всего просят в описании агентам не звонить Но когда агентство недвижимости размещает рекламу квартиры И пишет агентам просьбы не звонить Для меня это все совершенно ясно и понятно Это, опять-таки, не существующий объект Он был размещен только для того, чтобы привлекать дополнительных клиентов Но в данной ситуации телефон сейчас никто не взял Он был скинут, сброшен звонок И, скорее всего, это выглядит следующим образом У них в течение дня поступает большое количество звонков по данному объявлению Они потом просто формируют базу входящих звонков Кто звонил на этот номер Из этой базы, возможно, делают отсев агентов Потому что это можно элементарно проверить Каждый номер отдельно просто вбить в поисковике И увидишь, кто это агент, не агент Потому что если это номер, к которому привязано много различных объявлений То, скорее всего, это звонил агент А по всем остальным номерам, соответственно, это, скорее всего, непосредственный покупатель И потом они им перезванивают И разговор может быть следующим образом выглядеть К примеру Здравствуйте, вы как-то ранее оставляли заявку Для вас еще актуальна покупка недвижимости Ну и что-то вроде этого Поэтому здесь тоже, опять-таки, вы делаете для себя выбор Нужно ли вам связывать с такими людьми И когда вам звонят, на самом деле, вот по таким запросам Что вы где-то, когда-то оставляли заявку Потому что, по большому счету, люди и не вспомнят А может быть, действительно, я оставлял Но почему нет? Это такая фраза, которая действительно раскрепощает человека на разговор Скорее всего, это просто вам звонят люди по объявлениям По которым вы звонили, где не взяли телефон Я с этим не расталкивался Поэтому уверен, что в данной ситуации именно было это Вот, нашел еще одно предложение 4 миллиона 600 тысяч рублей Двухкомнатная квартира В хорошем районе Около метро В общем, давайте позвоним, узнаем, что там С чем связана столь низкая цена Здравствуйте Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по поводу двукомнатной квартиры 52 квадрата на, сейчас, на Инградском шоссе За 4 600 Это актуальное предложение? Да Скажите, пожалуйста, чем связана столь низкая цена По квартире? Для меня она рыночная Если вы объявления читали Не, я все понимаю Просто Можно эту квартиру посмотреть Написано, что онлайн можно глянуть эту квартиру Или как? Вы плохо объявления читали Онлайн там не стоит Просто вот есть описание квартиры Можем посмотреть онлайн Есть на Авито, в частности Продавец готов провести экскурсию Видеосвязи Это все верно? У меня нет А, значит, верно Значит, это, видимо, Авито сам решил Скажите, пожалуйста, как просмотр Ну, в Англии-то много там что решил Не знаю Если вы объявления на Авито читаете И внимательно посчитаете И вам все понятно будет Окей Ну, можете сказать по поводу самой квартиры Ее можно посмотреть в ближайшие дни? Да Хоть через 10 Хоть через сколько, я не понял? Хоть через 2 минуты Через 2 минуты Понятно Будете вечером, выходите завтра Все ясно В любое время А, хотя в двух словах по документам Да какая ситуация? Что там, можете сориентировать? Выписка о собственности Ну, я имею ввиду там основания Что, договор купли-продажи Ну, что там было? Ну, это же новый дом Вы же читали Ну, я понимаю Новый дом может быть по-разному Договор купли-продажи Договор купли-продажи Там ничего не написано Ну, вы говорите у застройщика Поэтому обычно форма покупки у застройщика Это обычно, понимаете? Да, да, да Слушайте, ну у вас в объявлении нет У вас в объявлении нет Никакой информации по поводу документов Просто написано, что документы готовы К быстрой сделке МФС в соседнем доме Просто, как бы у меня Такой справедливый вопрос Какое там основание Чтобы есть смысл вообще смотреть квартиру? Ну, купли-продажи Окей, хорошо И полная стоимость договора будет, правильно? Да, да Окей, я вас понял Материцкий капитал проходит Там декор проходит, все проходит Все, что вам угодно Сергей же вас зовут, правильно? Да Сергей, я все понимаю Ну, просто я в этом районе Сам недалеко живу Но реально это очень низкая цена Просто, я не знаю Вы можете ее даже за 5-600 продать Какой смысл? Я вот за 500 километров удочку В руке держу А в одной руке червяк Понимаете? Все ясно Это реальная цена Посчитайте внимательно объявление Окей, слушайте Ну, хорошо Спасибо Тогда, если что, я вас наберу Спасибо Да, хорошо Друзья Я в этой ситуации Действительно не почитал Внимательно объявление Сейчас вам объясню, почему Потому что И очень часто бывает Когда Локация Геолокация Находится в Москве Непосредственно Само объявление По факту Сама квартира Находится в другом Со всем районе Даже, может быть Не в Московской области Почему стоит в Москве? Чтобы было интересно Чтобы люди Кликали, смотрели И там подобное Это такая хитрость Но Я на самом деле Начал смотреть фотографии дома И понимаю Что в этом районе Нет такого дома И когда начал смотреть Видовые характеристики Понял, что Что-то не то Но это Хорошо, что мы попали На такое предложение Потому что Это встречается очень часто И вы теперь тоже будете Об этом знать Очень интересный разговор Это очень распространенная история Какая цель таких объявлений? Цель простая Обычно люди, которые так делают Они, как правило Очень хорошие продажники Они, как правило Умеют обработать разговор Выявить потребности И тому подобное И предложить непосредственно Альтернативный вариант Ну, в частности Эту квартиру Которую они рекламируют Но В данном случае Продавец был Мне показалось Немножко грубоватым И немножко не Очень ориентированным И поэтому Я не знаю Зачем он Размещает Такого рода рекламу Вряд ли у него Получится продать Таким образом Лучше бы он просто Рыбачил И не отвлекался А вообще Это выглядит следующим образом Если вы К примеру Продаете квартиру Где-то на севере Ну, скажем Где-то в районе Солнечногорска Допустим И у вас Никто ее не покупает То Вы, к примеру Можете разместить Теоретически рекламу В районе Речного Или водного стадиона Ну, вы понимаете Да, что это примерно Одно направление Север И, соответственно Когда люди звонят По этой рекламе Вы начинаете Их обрабатывать Говорите о том Что Нет-нет-нет Это не речной вокзал Это вот Солнечногорск Ну, это вот Буквально До личного вокзала На электричке Энное количество времени И вы в Москве Но вы получаете За эти деньги Супер квартиру Пусть вам ехать Там час Там подобное В общем Это в таком ключе И обычно Как раз-таки Такие объявления Размещаются По направлению К примеру Если такая квартира Размещается в Медведково То, как правило Объект реальный Продается где-то В районе Мытищ Где-то в той направлении Или, допустим Если это где-то В районе шоссе энтузиастов Там, около метро Там, по Лучке Лича К примеру Да То, как правило Это где-то может быть В Балашихе Или в Балашихе Поэтому Вот по такому принципу Пытаются продать Поэтому здесь уже Возможно это работает Не знаю Но Тоже будьте внимательны Не всегда в описании Пишут Что это Не тот адрес Который они рекламируют Иногда просто Вы это узнаете По телефонному звонку Но Это имеет место быть И поэтому Особо не удивляйтесь Друзья Если вам понравилось Данное видео То Напишите что-нибудь В комментарии Или ставьте лайки А еще лучше Подписывайтесь на канал С вами был Александр Срачан Всем добра И до новых встреч